На процесс пришел только один из двух заявленных пострадавших, который настоял, чтобы журналисты его не снимали. Сам Руслан Женпиисов на скамье подсудимых не проявлял ни малейшего волнения, улыбался и даже пытался шутить. Женпиисов был не против видеосъемки первого процесса, однако выступил категорически против того, чтобы на телевидении освещались подробности последующих заседаний. Сегодняшнее заседание мы не возражаем, поскольку это первое судебное заседание, а сейчас средства масс-информации, а в последующем, я думаю, мы категорически против будем, чтобы эти обстоятельства дел в связи сходить в судебное заседание. Тем более, учитывая статью 145-го гражданского кодекса Республики Казахстан, мы по защите не имеем права на закрыт изображения. Прокурор управления Абайской прокуратуры зачитывает обвинения в выступлении прокурора, отмечается, что Женпиисов снимал деятельность сотрудников ДПС и затем от имени общественного объединения ОСА выкладывал эти материалы в интернет, сопровождая их комментариями по неправомерных действиях полицейских. Свою общественную работу по утверждению прокурора Женпиисов решил совместить с вымогательством. Объектом преступного умысла стали полицейские. Это не единственный факт вымогательства. При получении более крупной суммы Женпиисова и задержали. Далее он зафиксирован на сотовый телефон с закрытыми глазами полицейского патрульно-дорожной службы ДПД Южно-Костромского старшего сержанта полиции Амажола Равана Нурид Гинюча, 1988 года рождения. Во время есени его службы на специальной машине марки Киа и Женпиисов вымогал Амажолу денежные средства. 17 марта 2017 года при проведении оперативных мероприятий сотрудниками УГО в департаменте внутренних дел при получении денег в сумме 50 тысяч тенге Женпиисов был задержан. В коде обыска в доме Женпиисова были обнаружены также специальные технические средства для негласного получения информации. Согласно обвинению прокурора с их помощью Женпиисов вмешивался в деятельность государственных органов. Таким образом, ему предъявлены обвинения по статье «Неоднократное вымогательство» и «Незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации». Плюс к этому незаконное вмешательство членов общественных объединений в деятельность государственных органов. Подсудимый свою вину полностью отрицает. Уважаемые председательствующие господин прокурор, участники процесса, с предъявленным обвинением я не согласен. «Инкриминируемая мне статья 192 УК РК в ходе досудебного расследования не нашла свое подтверждение. Эпизод номер 2, возбужденный по заявлению моего друга, в настоящее время потерпевшего Куандыкова Мурата, больше похож на историю Уссана из пальца. Мотив мне лично понятен, но сам рапорт, поступивший через 4 месяца после моего задержания и через 5 месяцев после якобы имевшего место события, тоже вызывает массу вопросов. Статья 399, которая мне инкриминирует, часть 1, требует детального судебного разбирательства. Ну а 403 статью, часть 1, вообще не имеет под собой какой-либо доказательной базы из материалов дела. И, судя по всему, она могла бы иметь силу при условии вменения доказательствами ранее предъявляемой статьи 253 УК РК. То есть, таким образом, я дал пояснение, что я полностью не согласен с предъявляемым обвинением». Суд приступил к судебному следствию.